Нурсултан Азарбаев призвал казахстанцев к выдержке и хладнокровию. В своем обращении Елбаса отметил, что наша республика одной из первых включилась в борьбу с пандемией. Проведена система предупредительных мероприятий. Государственные органы прошли специальную подготовку, а ситуация с коронавирусом взята под круглосуточный контроль. Также первый президент Казахстана призвал молодое население приложить все свои силы и способности в это непростое время, а старшие помочь им в этом, передав свой жизненный опыт. Елбаса Нурсултан Абишевич Назарбаев еще раз демонстрирует свое отношение к данной ситуации, которая сейчас сложилась. Это трудное время. Он со своим народом поддерживает его, обращается не только к старшим поколениям, но и к молодежи, к предпринимателям. Мы должны быть вместе, мы должны быть едины. И самое главное, необходимо сохранить мир и стабильность. Наш народ всегда достойно выходил из этой ситуации. И я думаю, Елбаса говорит о том, что он верит, что у нас, у Казахстана есть все ресурсы и финансы, и возможности наши, и национальный фонд. То есть есть средства для того, чтобы выйти достойно из этой сложной, кризисной ситуации. Самое главное, необходимо сохранить здоровье, сберечь здоровье наших людей, соблюдать все карантинные меры. И те меры, которые принимаются, предпринимаются, превентивные меры, приняты правительством, государством, президентом страны, они действительно обеспечат выход, достойный выход из этой ситуации. Хочу сказать, что тот девиз, тот посыл, который Елбаса говорит о том, что когда мы едины, мы непобедимы, я думаю, это действительно все эти годы, вот эта формула, она работает. Режим чрезвычайного положения крайне негативно отразился на малом и среднем бизнесе. Многие карагандинцы остались без дохода. В отделе занятости и социальных программ пояснили, что в этом случае предусмотрены компенсационные выплаты в связи с потерей работы. Свои заявки на получение соцвыплат оставили уже 43 133 человека. Однако такая компенсация положена не всем, а только определенным категориям граждан. Работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, которые находятся, работники которых находятся в отпуске без сохранения заработной платы. Работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в населенных пунктах, где введен карантин. Также работники которых находятся в отпуске без сохранения заработной платы. Индивидуальным предпринимателям, не использующим наемный труд. Лицам, занимающимся частной практикой. Физическим лицам, являющимся плательщиками ЕСП, согласно Кодекса Республики Казахстан, номер 774, о налогах и других обязательных платежах в бюджет. Также физическим лицам, получающим доходы через договора гражданского правового характера, предметом которых является выполнение работ, то есть за которых налоговыми агентами были оплачены пенсионные выплаты. Работникам коммерческих, некоммерческих, юридических лиц, получается, это также работники которых находятся в отпуске без сохранения заработной платы, не считая государственных. Обратиться за назначением данной выплаты могут не только наемные работники, отправленные в отпуск без содержания, но также индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане-плательщики ЕСПФ, а также те, кто работал сам на себя неофициально. В этом случае нужно прежде всего оплатить единый социальный платеж – 2651 тенге в городе и 1325 тенге в сельских районах. Данную выплату. Сейчас вот идет вопрос о тех женщинах, которые сидят в декрете. Тоже есть ложная информация, что всем положено данная выплата. Нет, положено только тем, которые на тот момент, до наступления ЧП, были самозанятыми, то есть занимались дома. Например, кто сейчас много тех, кто занимается выпечкой, всякими разными видами. Но тем женщинам, которые сидят в декрете, но за ними сохранено рабочее место, им данная выплата не положена. Разъяснительную работу ведут и в Центре занятости населения. Людям, получавшим адресную социальную помощь в первом квартале, ее автоматически продлят. Впервые подать заявку на СП можно на сайте egov.kz. Активно проводится работа по трудоустройству карагандинцев. На сегодняшний день крупные организации, крупные предприятия, которые у нас в городе как работают, вот Сарарханан, Уайдиди, Харарандынан, Горкомтранс, вот как их работать, и тоже вот, какие вакансии требуются на сегодняшний день востребованных, вот для них тоже в нашем онлайн-режиме созванивается, договаривается, когда, во сколько, как можно туда проехать. Это все помогает. Для того, чтобы получить выплаты, можно подать заявление через портал электронного правительства. На сайте 42500 yenbek.kz или через телеграм-бот. Важно приложить к нему электронный файл с вашими данными. Отсканированный вариант документов подписывается электронной подписью. На сегодняшний день почти 2000 карагандинцев уже назначили социальную выплату. По всем возникающим вопросам можно обратиться в единый колл-центр с НМ109. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Предприниматели обеспечили карагандинских врачей и волонтеров транспортом. Группа компании BPEC Auto Asia Auto в Караганде передала на период карантина в пользование санврачам и волонтерам семь машин. Все расходы по содержанию автомобилей и заработной плате водителям бизнесмены берут на себя. Оценив усиленный режим работы и нагрузку работников, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19, наша компания приняла решение передать пользование пять новых автомобилей региональному штабу Карагандинской области. Еще два служебных автомобиля будут переданы областному штабу волонтеров. Волонтеры могут на этих автомобилях осуществлять доставку продуктов питания и средств индивидуальной защиты нуждающимся. Компания несет все расходы на содержание транспорта и водителей. Решили поддержать в этот непростой период и представители ТОО «Гросфарм». Саранская компания предоставила бесплатно средства для дезинфекции автомобилей. Для обработки салона они передали антибактериальные спреи. Для мытья машин снаружи – растворимые таблетки. Каждый час, каждая минута для нас очень важна. Расстояния, вы сами знаете, у нас очень большие. Я думаю, что благодаря данной поддержке мы своевременно и вовремя будем локализовывать и не допускать распространения данной вирусной инфекции на нашей территории. Стоит отметить, что это не единичный случай помощи бизнеса в борьбе с коронавирусной инфекцией. Не так давно в регионе создан областной фонд КОМЕК-2020. Первые перечисления сделали представители крупного бизнеса. Все собранные деньги пойдут на борьбу с распространением коронавируса, а также на социальную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Достаточно, очень крупные. Есть достаточно крупные компании. Последние, буквально на днях это было, наш Караганинский энергоцентр перечислил в фонд поддержки КОМЕК, областной фонд КОМЕК, финансовую поддержку, но сумму я тоже не буду оговорить. Поступления идут, поэтому бизнес в стороне не остается. Он откликнулся на наше обращение и хотел бы еще раз от лица руководства города выразить им слова благодарности. Ранее в распоряжение департамента передала шесть автомобилей компания «Девятый регион». Фирма также предоставила своих водителей и будет обеспечивать машины топливом и смазочными материалами на протяжении всего периода чрезвычайного положения. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Акимат Карагандинской области сообщает, что в банках и банкоматах нет дефицита денег. В период карантина банки второго уровня продолжают действовать. Сокращен только режим работы с 10 часов до 16. Все финансовые услуги оказываются без перебоев. Снять наличные вы сможете и в банкоматах. По области не планируется их сокращение. Банкоматы заполняют согласно определенному графику, который не нарушается. Посетителям банков в помещении необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра. По санитарным правилам в здании не должно одновременно находиться большое количество людей. Поэтому сейчас в некоторых городах очередь стоит на улице. Пенсионеров без особой надобности просят не ходить в банки. В период карантина почтальоны приносят платежные карты и пенсию на дом. Отделения Казпочты проводят работы по переводу пенсионеров с текущих счетов на карты. Людей преклонного возраста консультируют по телефону, рассказывают, как оформить заявки и пользоваться картами. На все вопросы по оформлению платежных карт и доставке пенсии можно получить ответы по телефону 412695-412691. Поводковая ситуация в Каргандинской области стабильная. Это показало очередное обследование с воздуха. Угрозы и случаев подтопления жилых домов и объектов нет, сообщают в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. В течение марта были проведены работы по подрыву льда на 17 участках водоемов. Кроме того, расчищены водопропускные сооружения. В населенных пунктах области проводились работы по вывозу снега, очистке арыков, каналов, устройству водоотводных траншей. Всего было вывезено свыше 2 миллионов кубометров снега. В целом, паводковые процессы проходят регулируемо и находятся на особом контроле, отмечают спасатели. В постоянной готовности находятся 6 сводных группировок сил и средств департамента, усиленные необходимой спецтехникой и оборудованием. Департамент по чрезвычайным ситуациям сообщает, что все структурные подразделения работают в усиленном режиме. Спасатели призывают граждан неукоснительно соблюдать все правила безопасности. Уважаемые жители Карагандинской области, отнеситесь с пониманием применяемой мерой безопасности. Соблюдайте карантин, оставайтесь дома, берегите себя, будьте здоровы. В условиях карантина не забывайте соблюдать меры пожарной безопасности. Мы работаем ради вас, а вы оставайтесь дома ради нас.